Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол.Т.Жизни и это продолжение нашей карьеры за канал. Сегодня у нас концовка второго сезона. Итак, сегодня мы отыгрываем месяц май. На данный момент у нас в расписании, так сказать, только у нас 6 матчей. Но может сюда записаться еще и седьмой, если мы все-таки благополучно пройдем Милан в полуфинале Лиги Европы. И уже сыграем в финале, так сказать, второго по значимости Еврокубка. Ну, в котором только мы могли и участвовать, потому что в Лигу Чемпионов мы бы не пробились. У нас есть на травме Буренков. Вот, что-то ему там 9 дней где-то примерно осталось на травме отсидеть. Мы сыграем против Вестхэма вторым составом, против Милана у меня как раз будет играть первый. Против Ньюкасла вторым, Сток первый, Бернли второй, Эвертон первый. Ну, и где-нибудь здесь, мне кажется, у меня успеет состав отдохнуть, чтобы я и к финалу Лиги Европы подготовил все-таки тоже первый состав. Ну, сегодня у нас начинает второй. Играем мы на выезде против Вестхэма. Что, кстати, по таблице. Мы сейчас идем на шестой строчке. И у нас меньше всего, ну, именно вот здесь вот наравнимых с Манчестер Сити матчей отыграли примерно. Если мы выигрываем наши две игры, чтобы сравняться с Арсеналом по матчам и выигрываем их, у нас будет 80 очков. То есть, по сути, мы обгоняем Арсенал на 2 очка. И если мы выиграем сегодняшнюю игру, у нас будет 77 очка. Мы сравнимся по матчам с Ливерпулем и на 2 очка будем отставать от них. Так что мы надеемся, что Ливерпуль где-нибудь потеряет свои очки и будем до конца бороться за четвертую строчку. Ливень на стадионе Лондон Стадиум. Поехали. Итак, замечательный стадион в Лондоне. Мы играем против Вестхэма. Вроде как нам проблем этот клуб не доставлял. Посмотрим, как мы сегодня против них отыграем все-таки на выезде. Интересная тоже у нас игра. Все у нас замечательно. Ну что же, Вестхэм, Престон, АПЛ. Поехали. В АПЛ причем. И Дзюба. Дзюба 1-0. Отлично мы выходим вперед. Замечательно. Кстати, вот Артем Дзюба-то поиграл как раз с Халком в Санкт-Петербургском Зените. Вот это классная была связка. Дзюба и Халка. Ну, здесь это замечательно. Команда Халка, так сказать, сегодня пропускает от Дзюбы. Пока что один гол. Петраков здесь весь обзор закрыл. Камере. Ну, замечательно. Пока что не будем ничего загадывать. Хоть у нас еще ответная игра против Милана. Ну и надо не забывать хорошо еще играть в лиге. И какой гол забивает Кучаев. Я вам отвечаю. Этот гол попадет в нарезку лучших голов второго сезона. Вы просто посмотрите, что творят эти парни. Какой гол забивает сейчас Кучаев с голевой от Дзюбы. Опасный момент Иван Синий забивает. Минимальная победа Престона на выезде над Уэст Хэмом 2-1. Мы побеждаем Дзюба. И Константин Кучаев сегодня забили. Ну, лучше, мне кажется, станет все-таки Дзюба. Нет, Кучаев 9-3. А сколько у Дзюбы? 9-2, наверное. Тоже 9-3 причем. Хоть Дзюба я дал, ну, забил гол, я дал голевую. Кучаев просто единственный гол забил. Вот. Так что. Ладно, Кучаев лучший игрок. Так, быстренько поотвечаем на все вопросы их. И быстренько все. Отлично. Итак, проведем мы тренировку, естественно, перед матчем с Миланом. Вот. Масаковский прокачался до 76-го рейтинга. Неплохо. Для второго состава очень хорошо. Ну, что же, первую игру мы выиграли. Со счетом, что-то там 3-1 вроде мы обыграли Милан на Сан-Сиру. Сейчас я еще раз вспомню. Да, мы победили 3-1. Итак, нам приходит окончательный отчет по Эзике Ляпонце. Из Порто. Вот. Так. Из Аякса мы вроде Тадича находили. Правильно. Поэтому сейчас мы проведем пресс-конференцию, посвященную матчу Престон против Милана. На нашем стадионе мы отыграем ответную игру в полуфинале. Вот. Если мы сегодня проиграем со счетом 2-0, мы все равно дальше, кстати, проходим. Потому что мы забили все-таки 3 на Сан-Сиру. Вот. Первый состав у меня готов. Правда, кроме Буренкова. Поэтому вместо Буренкова будет играть, естественно, Петраков получается. Вот. Ну, я бы взял бы. Хотя, знаете, давайте я попробую молодого парня Крупин. Почему бы и нет. На время пока что Буренков на травме. Там это буквально один матч, наверное, будет. Итак, вот такой у нас состав. Ну, вроде как Крупин очень хороший игрок. Потому что у нас есть Мешков, Реген, который уходит на сезон со следующего сезона в Баруси Менхенгладбах. С рейтингом 70. И Крупин сейчас вроде как. Давайте глянем. Вроде он никуда. Даже. Ну, мы его не отдали вроде как. Хотя нет, в Nottingham Forest он переходит. Это команда из чемпионшипа. Ну вот, почему бы не дебютировать парню. Вот. Пасмурно на стадионе. На нашем. Поехали. Итак, замечательный наш домашний стадион. Сегодня. Это последний, друзья, кстати, матч. На нашем домашнем стадионе. Перед финалом Лиги Европы. Если, конечно, он состоится. И мы будем в нем участвовать. Престон, Милан. Полфинал Лиги Европы. Поехали. Головина дает на меня передачу. Я уже вхожу в штрафную. Но это даже... Это пенальти, действительно. Я зарабатываю пенальти. Меня сбивают. 25-я минута. Посмотрим сейчас, кто будет бить пенальти. Либо Козлов, либо Матвей Мишин. Я не помню, там, у кого лучше. Ну, либо у... Да, у Матвей Мишин. Так что он будет сейчас пробивать пенальти. И Матвей забивает. Это 4-1. И, скорее всего, друзья, мы попадаем в финал Лиги Европы. С первого же сезона, с первой же попытки в Еврокубках мы туда попадем. Прежде всего, он сейчас получит желтую карточку свою за этот момент. И мы пропускаем. Моехли. Я не знаю, как Мехли, как считается, вообще без понятия. Но 1-1. Вот. Прямо перед самым перерывом Милан сравнивает что-то в матче, но не в серии. В серии у нас пока что 4-2. За этот момент Козлов с мячом сейчас. А Козлов забивает это 2-1. 2-1 в матче. 5-2 у нас по ходу двухматчевого противостояния. Ну, что замечательно у нас, друзья. И, друзья, мы выигрываем Милан снова, во-первых. А во-вторых, мы в финале Лиги Европы UEFA. Сейчас мы будем смотреть, против кого мы сыграем, конечно, в этом замечательном противостоянии. Головина лучший игрок матча. 8-1 оценка. И дальше проходит Челси по уголам на чужом поле. Так что у нас будет финал Лиги Европы против Челси. Будет очень жарко, мне кажется. Первым составом, если мы сейчас играем, будет просто жесть. Почему Кучаев так и не вышел? Потому что он отыграл замечательный матч против Вестхэма. Надо было отдыхать. Итак, призовый фонд турнира нам дали еще 2 миллиона 400 тысяч. Вот. Мы, во-первых, выполнили задачу. И у нас за два сезона надо в премьер-лиге закончить чемпионат в середине таблицы. Вот. Но мы дошли уже до финала. Поэтому Лиги Европы. Здесь мы... И избежать вылета нам просто сейчас надо. Еще и сократить зарплату игроков. Но это просто вообще нереально. Так что 100 рейтингов мы точно не получим. Итак, нам говорят хорошая работа. Мы повысили стоимость клуба за два сезона на 30%. Ну, замечательно. За один сезон мы это сделали. Так, Казанский я подумаю, скажем ему. Так, и у нас игра против Нью-Касса. Мы сейчас на шестой, кстати, строчке. Ливерпуль. Смотрите, Ливерпуль теперь отыграл все свои игры. И, кстати, друзья, если мы сейчас выиграем Нью-Кассел, я просто сейчас зайду в таблицу, чтобы точно удостовериться. А Ливерпуль, походу, потерял свои очки. Они с кем-то сыграли в ничью. Я в этом прям уверен. Уверен Эвертон. Они обыграли 4-0. Вот. Они сыграли в Челси. С Челси они сыграли в ничью. Поэтому, если мы сегодня выиграем Ливерпуль, ну, точнее, не мы, вот, я не знаю, приравится очков, кто будет выше. Мне вот это будет интересно. Но у нас матч против Нью-Кассел. Нам нельзя вообще проигрывать теперь матчи. Нью-Кассел и Сток Сити нам надо обыграть. Ну, кстати, здесь время будет, между прочим, чтобы отдохнуть первому составу. Надеюсь, успеет. Ну, и сейчас играем дома у нас против Нью-Кассел. Мы, кстати, Нью-Кассел-то и проиграли 1-0. Это вроде был второй тур. Вот. Вот такая расстановка у нас на матче. Дождь на стадионе. Поехали. Итак, снова наш стадион. Школа 127. Дождь на стадионе. Играем против Нью-Кассел. Ливерпуль потерял очки в матче с Челси. Они сыграли в ничью. Поэтому нам сейчас ни в коем случае нельзя терять очки. Надо обыгрывать два матча. Если мы выигрываем против Нью-Кассел и против Стока, то будет у нас равенство очков с Ливерпулем и возможное попадание в Лигу Чемпионскую четверку. Престон-Нью-Кассел. АПЛ. Поехали. Сейчас у меня очень хорошие собрались игроки в команде. И Вяткин 1-0. Просто что творит, а? 15-ая минута. Заряжены абсолютно все игроки у нас. Выигрывает два матча из двух сейчас. Вот эти последние. Чтобы догонять Ливерпуль. И будет у нас все замечательно. И как вот они быстро просто сравнивают, а? Джо Линдтон забивает. Это 1-1. Спокойно, спокойно, ребят. Но это просто сейчас было филигранно. Просто идеально это было. Жемаледина. Ну, упал же. Упал. Это пенальти отлично. Заработали. Мусакио. Вроде как так его зовут. Мусачио. Получает желтую карточку. Здесь я замечательно сделал дрэкбэк. Я все-таки знал, что вот он идет под кат. Я надеялся на то, что вот сейчас классно все получится. Ну и получилось. И Жемаледина здесь шел. И специально вот я так сделал. Но это все-таки нужно было нам сделать. Итак, к мячу подходит Дзюба. Но он и бьет лучше всех пенальти. Поэтому сейчас пробьем паненкой в левый верхний угол. Замечательно. Ну, здесь Дзюба забивает у нас Артем. Дзюба делает что? 2-1. Все замечательно. Дзюба. Как сейчас развертел всех здесь Дзюба и 3-1. 3-1. Дубль Артема Дзюбы. А может быть и впишется Артем Дзюба здесь еще и в гонку бомбардирскую. Кто знает. Пока все замечательно. Очень хорошо здесь раскрутил. И забивает свой 31-й гол. Вроде у Кейна там 34 мяча. Вот. Но пока что Дзюба забивает дубль. Светит арбитр. Уверенная победа Прессона дома над Ньюкаслом. 3-1. Дзюбе не удалось забить сегодня Хэдэк, к сожалению. Лучшим игроком сейчас мы узнаем, кто станет. Скорее всего, сам Дзюба. Да, 9-2. У него оценка. Дзюба демонстрирует ведущийся футбол. Ему этот настрой вообще не нужен. У него под 100% уже довольно давно. Ну, и сейчас у нас игра против Стока вроде. Да. Мы, во-первых, сейчас даже обогнали на матч Арсенал. Так что мы сейчас можем сделать отрыв в 4 очка от Арсенала. До в дне 84. Отлично. Сейчас мы надо до в дне до 85 прокачать. И тогда мы будем уже Кривохарченко качать до 80 вроде. Или там у него уже 80. У Кривохарченко. Уже. Поэтому будем сейчас одинаковых голкиперов примерно делать. Вот. Ну что же, у нас матч в запасе, так можно сказать. Поэтому сегодня у нас игра. Мы играем еще и причем первым составом. Мы отыграем. Вот. Интересная, мне кажется, будет игра. Посещаем пресс-конференцию. Нет никаких сомнений, что мы будем играть в Лиге Европы. Во-первых, это нам, так сказать, говорим. Вот. Но, походу, тренер наш все-таки рассчитывает на попадание в Лиге Европы. Но мы здесь, скорее всего, уж точно будем играть. Мне так кажется. Так, у нас разговор с Рамакером. Я скажу, я подумаю. Но он будет, вроде, кстати, играть. Против Сток Сити мы играем дома. Первым составом. По рейтингам. Здесь если Казанский обгонит Шмелькова, без проблем допущу его. Вот. Давайте сейчас вместо Крупина мы уже, наконец-то, выпустим Буренкова. Травма у него прошла. Ну что же, играем мы первым составом. Облачье на стадионе, на нашем домашнем. Поехали. Итак, снова наш домашний замечательный стадион. Мы играем сегодня против Сток Сити. Победа над ними. И у нас будет равенство очков с Ливерпулем. Итак. Престон, Сток Сити. АПЛ. Поехали. Все. Апсайда не было. Мы выходим вперед. Александр Головин забивает важный гол сейчас. Который нас выводит, получается, на четвертую строчку. Мы ее сейчас делим вместе с Ливерпулем. Так что все супер. Была бы еще последняя игра у нас против Ливерпуля. Может быть, мы бы и выиграли их. Потому что мы вроде их дважды обыграли. Либо один раз мы их выиграли. И один раз сыграли с ними в ничью в премьер-лиге. Вроде так это было. Но Головин забивает седьмой гол в премьер-лиге. Очень замечательная игра его. И как сейчас филигранно еще и Головина дает голевую передачу на Козлову. Просто посмотрите, что за чудо сейчас произошло. Классная, аккуратная передача. Очень нежная она была. И Козлов сразу же легонечко практически задевает этот мяч. Переправляет его дальше. Причем успел же добежать. Здесь и Головин выдержал, когда Козлов забежит. И вот здесь вот аккуратно переводит мяч за линию ворот. И Козлов забивает седьмой тринадцатый гол в премьер-лиге. И Козлов еще вот так вот под конец первого тайма забивает дубль. Разгромил сегодня Престон Стоксити. Замечательный 3-0 уже к перерыву. И удары все-таки Гуэддер забивает 3-1. Не получилось долг мне насухо сегодня матч этот провести. Козлов. И Козлов забивает сегодня хэп 3-4-1. Престон выигрывает Стоксити. Все замечательно. И все, друзья. Разгромная победа Престона на Стоксити 4-1. Набираем три очка. Три мяча сегодня забил. Из трех ударов Козлов. Мы сейчас сравниваемся с Ливерпулем. Ну и Козлов лучший игрок этого матча. Так. Сегодня мы были не в форуме. Что-то такое там. Тыры-пыры. Комплименты заслужены. У нас есть все условия. Все такое. И так. Сейчас мы хоть и сравнялись с Ливерпулем. Но если правильно я понимаю. Последний тур у нас против Бёрдли. У Ливерпуля. Против Лестера. Но вряд ли. Потому что здесь именно по голам вы видите. У нас 47. У Ливерпуля 62. Разница мячей. Хотя у нас забитые почти одинаково. Но мы пропущили на 14 больше. Вот. Ромакер благодарит нас за то, что мы его выпустили. Все такое. Что там по лучшему бомбардиру? Дзюба в одном мяче. В одном мяче. Так что. Сегодня Дзюба сыграет как раз против Бёрдли. Мы надеемся, если он забьет. Северная Ирландия, кстати, предлагает нам стать тренером сборной. Так что какой-нибудь стандарт, если будет пенальти там. Либо штрафной мы, естественно, доверимся Артеме Дзюбе. Будем надеяться, что Кейн там не забьет. Один гол всего лишь разница. Надо дубль забить Дзюбе. Вот. Так что против Бёрдли мы отыграем. Первым. Вот эти три последние игры мы отыграем именно первым составом. Посещаем пресс-конференцию. Так, Дзюба сейчас играет. Конечно, сыграет сегодняшний матч. Так, мы будем биться до конца здесь за Еврокубки. Не сомневаюсь. Мы 4-0 нам сказали вынесли Бёрдли. Это вроде первый тур был АПЛ у нас как раз. Вот. Поэтому. Но сегодня я верю. Хотя нет, да-да-да. Сейчас же именно второй состав сыграет. Вот. В этом-то судне. Три у меня матча сейчас будет первый состав отыграть. Именно Дзюбу у меня сейчас будет отыгрывать. Завершаем мы премьер-лигу. Ну. Если Ливерпуль, конечно, нам сейчас будут показывать. Главное нам есть, чтобы Ливерпуль либо потерял очки с Лестером. Либо в ничью, либо проиграл. Было бы замечательно. Нам надо обыгрывать Бёрдли. Я надеюсь, у нас это получится. Ну что же. Мы играем дома. Нашу последнюю игру вообще в премьер-лиге в этом сезоне. В следующий сезон мы снова выступаем. Как ни странно. Мы остаемся на сезон в премьер-лиге. Еще это замечательно. В втором составе мы играем. Расстановку вы увидите. Поехали. Итак. Все, друзья. Финал сезона. Именно в премьер-лиге мы сегодня завершаем последним матчем. Пресс-нам против Бёрдли. Надеемся. Сейчас буду я делать все. Лишь бы, чтобы Дзюба забил дубль. На надежде на то, что Кейн не забьет ни одного. И тогда Дзюба возьмет золотую бутсу премьер-лиги. Престон Бёрдли. Последний тур английской премьер-лиги второго нашего сезона. Поехали. Ну, сразу же теряем мяч. Обидно. Вяткин. Ну, здесь замечательно. Просто Дзюба сейчас открылся. И Дзюба забивает. И Дзюба сравнивается сейчас с Харри Кейном. И отлично. Подебим. Подебим. Отлично. 1-0. Все замечательно. Быстро. Это первый наш вообще удар даже по воротам. Как хорошо здесь Дзюба отыграла. Посмотрите. Раз, прочеканил второй. И вот здесь вот уже своим корпусом, просто тесняя, пробивает пушкой. 32-й гол Дзюбы. Новый рекорд турнира. Вот. Опасно, опасно, опасно. А, Макнейл. И все-таки забивает Бернли. Нам забивает. Это 1-1. Ну, ладно. Забивает. Вообще второй гол в премьер-лиге под конец сезона. Что-то он решил забить нам сейчас. Ну, нет. На Дзюбу какая зато передача. Артем Дзюба. Дзюба 2-1. Мы выходим вперед. И Дзюба еще и забивает. Отлично. Сейчас Дзюба, если Кейн там не забивал голы за Тоттенхем. Дзюба. Главный бомбардир сейчас премьер-лиге. Вот так вот. Под концовку сезона именно в этом выпуске он начал прям хорошо забивать. Потому что первый состав у нас отыгрывал в Лиге Европы. Поэтому все замечательно. 33-й гол в сезоне. Именно в премьер-лиге от Артема Дзюбы. Новый рекорд турнира. Последняя подача сейчас. Кривохарченко выносит. Замечательно. И все. На свисти уже. Друзья, победа. Победа Прессом над Бернли со счетом 2-1. Дзюба забил дубль. На данный момент, если Кейн не забил, мы с Артемом Дзюбой становимся, ну, он становится лучшим бомбардиром. Сейчас мы глянем, как сыграл Ливерпуль против Лестера. К перерыву они проигрывали Лестеру 1-0. Смотрим, как сейчас. Ну, вроде, если мы так праздновали, значит, все хорошо. Смотрим. Ливерпуль проиграл Лестеру. И мы попадаем еще и в Лигу Чемпионов. Занимаем мы четвертую строчку. Ливерпуль просто вылетает благодаря тому, что, ну, из-за Лиги именно Чемпионов. Дзюба стал героем. Забил дубль. Да, действительно. Ну что же, давайте сейчас мы дойдем. 168 миллионов нам добавят, а? Все-таки от места это тоже зависит. Либо мы занимали бы пятую строчку и попадали бы мы в Лигу Европы именно по премьер-лиге. Либо четвертую и попадаем мы в Лигу Чемпионов. Так что сейчас мы дойдем до матча с Эвертоном. Переходим мы в таблицу. И, друзья, да, как я и сказал, в Лигу Чемпионов попадают четыре команды. Тоттенхэм, Манчестер-Сити, Челси и Престон. Мы сейчас можем, конечно, дать. Или нет, кстати. Что будет, если вроде Ливерпуль точно попадает, а мы Арсенал должны точно попасть. Потому что мы свою путевку, которую выиграем, если Лигу Европы, да еще и Кубок Англии, то очень много команд у нас будут участвовать в Лиге Европы, мне кажется, до седьмой строчки. Главное нам выиграть сейчас все это. Давайте мы проведем пресс-конференцию. У нас первый состав должен был быть действительно готов на 100%. Против Эвертона мы дважды играли в премьер-лиге. Их просто мы громили. Так что, мне кажется, их вынесем. Мы с 4-0, 5-0 вроде их выносили. Не на то нажал сейчас, к сожалению. Ну ладно, не сильно это важно. Лучший бомбардир сейчас у нас это Мельников. 4 мяча. Но он играет, кстати, так что можем на него немножко сыграть в этом матче. Пока что я, мне кажется, в этом сезоне уж точно никого не буду менять составами. Тут вроде не надо никого менять. Поэтому отыграем так, как есть. Играем мы на Уэмбли. Второй сезон подряд мы играем в финале Кубка Англии. И постараемся второй сезон подряд выиграть его. Замечательный у нас состав. Просто поехали. Итак, разминаются наши игроки. Здесь мы видим Сергея Вазяна, Максима Мельникова, Александра Головина. И вот он и я по 10-м номерам. Мы готовы. Для нас это второй подряд Кубок Англии. Точнее финал этого замечательного турнира. Самого древнего турнира. В истории вообще вроде как футбола. Мы его выиграли в первый сезон обыграв финале. И Тоттенхэм там было удаление в начале матча. Мы выиграли с счетом 2-1 вроде. Вели 2-0. Так что сейчас для нас это снова замечательный шанс. Все-таки мы обыгрывали Эвертон от премьер-лиги там 4-5-0. Вроде примерно так. Поэтому сейчас это замечательное у нас есть время. В 90 минут, может даже чуть больше, чтобы обыграть Эвертон. И завоевать второй Кубок Англии в истории. Неплохо. Козлов. Отдает на Головина. И Головин 1-0. Мы забиваем в финале Кубка Англии. 24-ая минута. Головин забивает. Отлично. Для него это может... Ну, по факту, Супер Кубок Англии для Головина, для Дзюбы там... Для кого еще? Для Жамаледина. Вроде тогда мы его уже подписывали. Он был у нас уже... Не так уж важный были трофеи. Потому что это все решалось в одном матче. А здесь вот именно полноценный сезон. И Головин забивает в своем первом практически таком важном финале за Престон. Третий гол свой в Кубке Англии. Ух ты, как тут! И Мишин на Козлова. Ну-ка, будет ли здесь сейчас чудо? Да, чудо будет. И Козлов замечательно обыгрывает сейчас Пикфорда и забивает. 2-0. Практически год назад мы также с счетом 2-0 обыгрывали в финале Кубка Англии. Тоттенхэм. Правда, в десятером тогда играл Тоттенхэм. Но здесь у нас Эвертон. И просто замечательно. Прямо как я и хотел. Все было. Козлов сзади... Ну, не сильно. Хотя здесь мог все-таки, да, сейчас... Это Шнедерланд вроде, да? Или кто это? Лейсклес, наверное, какой-нибудь. Мог сейчас нас, конечно, сбить. Но получил бы за это пенальти. По крайней мере. Но Козлов забивает свой четвертый гол в Кубке Англии. В 10 минут отрывы у нас между голами. И все замечательно. Головин замечательно отдает на Мишина. Никакого офсайда не было. Мишин. Бум! Козлов забивает дубль в финале Кубка Англии. Отлично. 3-0 мы ведем. 53-я минута. Хорошая передача Мишина была. Замечательное забегание было. Вообще все супер. Мельников неплохо. Козлов. Ой, как хорошо. Головин. И Козлов забивает хэп-трик в финале Кубка Англии. Вот, настоящий у нас бомбардир. Хотя, мне кажется, лучшим бомбардиром у нас все-таки в клубе по итогу станет Артем Дзюба. Но все равно. Козлов за собой место тоже оставил. И все замечательно. Еще и левой ногой забивает Козлов. Это его шестой гол. Так что даже Козлов у нас вот до этого у него было три гола. Но вот за финал он забил три мяча. И становится сейчас лучшим бомбардиром Кубка Англии. И все, друзья. Мы двухкратные обладатели Кубка Англии. Причем два года подряд мы выиграем Хэп-трик еще и Андрея Козлова в финале Кубка Англии против Эвертона. И снова, кстати, разгромный счет для Эвертона мы обыгрываем замечательно. Ну вот, сегодня именно Владимир Мишин у нас как капитан команды. Он вроде, не помню, с какого он вообще момента у нас с капитаном был. У нас Шмельков вроде был. Но намного лучше Вова по рейтингу. Поэтому Владимир Мишин у нас капитан команды во втором сезоне, можно так сказать. И вот поднимает он сегодня Кубок Англии. Мы двукратные обладатели Кубка Англии. Замечательно. Два раза подряд. Замечательные полильщики нас поддерживали. Во время всего этого похождения в Кубке Англии два раза подряд мы его выиграли. Очень приятно на самом деле. Что с титулом мы все-таки хоть каким-то, но уходим в третий сезон. Но у нас еще есть шанс выиграть Еврокубок. Будет вообще замечательно. Так что мы обладатели Кубка Англии. Двукратные. Напоминаю вам, друзья. Ну и Андрей Козлов лучший игрок матча. И, кстати, у Эвертона ни одного удара в створ. 4-0. Мы вынесли Эвертон. Замечательно все. Итак, Эвертон сильная команда. У нас отличная тоже. Хориф находится в прекрасной форме. Да, действительно, я согласен с вами. Козлов оформил хет-рик. И у нас сейчас финал Лиги Европы против Челси. 4 миллиона. 100 тысяч нам добавили за победу. Проводим тренировку. Перед финалом. Лучший бомбардир у нас Вяткин. Пока что 11 мячей. Но в финале будет все-таки играть у меня снова первый состав. Как и в финале Кубка Англии. Поэтому у Головина будет шанс забить дубль. Обогнать Вяткина. Но не знаю, кто станет лучшим игроком, конечно, турнира. Давайте мы также почитаем, что здесь у нас. По новостям. Лучший игрок турнира Кубка Англии стал Козлов. Кстати, ну это мы сейчас попозже посмотрим. Еще и бомбардира. Ну будем этим же стал, мне кажется, играть. Надеюсь. Вот мы отыграем в белый Челси. В своей домашней синей. Устали, конечно, игроки. Но все-таки это Челси. Поэтому я не могу выпустить против них второй состав. Борусия Парк, кстати. Стадион Борусия Мюнхен-Гладбах, я так понимаю. Мы уже там играли и выиграли со счетом 1-0 вроде. Борусия Мюнхен-Гладбах на группе. Поехали. Итак, разминаются игроки Челси. Сегодня они являются именно фаворитом в победе. Да и вообще вроде как Челси вынесли даже Манчестер Юнайтед из борьбы. Но мы вернулись на стадион Борусия Парк. Это стадион Борусия Мюнхен-Гладбах. На котором мы играли с вами. Групповой этап проходили. Все правильно. Мы видим эмблему Борусия Мюнхен-Гладбах. Мы здесь выигрывали команду со счетом 1-0. Надеюсь и финал выйдет. Замечательно для нас это получается третий финал за историю клуба. Дважды мы играли в финале Кубка Англии. И вот сейчас еще и в финале ЕГИ Европы мы сыграем. И забивает Андрей Козлов. 33-я минута 1-0. Мы уходим вперед в финале Лиги Европы УЕФА. Замечательный гол мы сейчас забили. И Головин. И это 2-0. 2-0 мы обыгрываем Челси в финале Лиги Европы. Подбегаем естественно к своим болельщикам. Они заслужили эту победу. И это трофей. Мы очень замечательно шли по ходу этого турнира. И абсолютно заслуженно за те 2 поражения в премьер-лиге мы обыгрываем их и в Кубке Англии в четвертьфинале. И еще и в финале Лиги Европы. Ну и Головин, кстати, сравнялся с Вяткиным. Теперь у него тоже 11 забитых мячей. Мы обладатели Лиги Европы УЕФА. Все замечательно. Козлов оценка 9-0. Все супер. Мы обладатели Лиги Европы. Наш первый Еврокубок. Со следующего сезона мы даже и заняли четвертую строчку в чемпионате. Будем играть в Лиге Чемпионов. Но даже из-за этого фактора, что мы выиграли Лигу Европы, мы становимся законным клубом, который будет участвовать в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Сейчас мы подведем пару итогов, самых важных. Вот проведем там до конца тренировки. Все, быстро ответили на вопросы. Матча у нас больше нету. И все. Призов фонд нам 8,5 миллионов еще и добавили. Но лучше бомбардир Дзюба не становится. Здесь все-таки Кейн забил свой гол. Мы сейчас досимулируем до последних дней июня. Перед переходом во второй, в третий точнее сезон. Сейчас мы просто докачаем наших игроков. Потому что Трушечкин 76-й рейтинг получает. Вот так вообще замечательно выглядит наша гонка. Мы первая команда, которая не набрала 90 очков. Так, здесь что наши игроки? Артамона вам качать надо. Так что сейчас нам надо зайти. Так, здесь на кандидаты. Давайте я Кучаеву уберу. Потому что он и так уже уходит из команды. А вот Артамонова до 60-го я бы прокачал. Вот же Малединов, Трушечкин, Масаковский неплохо прокачались. А мне предлагает сборная Дании стать тренером сборной. Я отклоняю. Мне это пока что не интересно. Да и вообще в целом неинтересно было бы стать тренером какой-нибудь такой сборной. Здесь я именно чисто в клубе. Все. Никакое предложение от сборной я бы не принял, мне кажется. Так, предпоследняя тренировка. Артамонов прокачивается здесь потихоньку. Ну и я сейчас, так сказать, для пущей уверенности, чтобы ничего у нас не сорвалось, проведу вот эту тренировку. Ну, точнее, просимулирую до 27-го. У нас 27-го последняя тренировка. Все, мы прокачали здесь Артамонов. Ну, будет, наверное, в следующий сезон уже с нами играть. Все. Итак, подводим итоги. Давайте сначала по таблице пробежимся. Будет у нас, наверное, долгий сегодня выпуск, больше, чем обычно. Мы заняли по итогу сезона четвертую строчку. 27 побед, 5 ничьих, 6 поражений. Забили 8-7 мячей. Найден больше, чем Ливерпуль, кстати. Пропустили 39. Ну, это много, мне кажется. Даже Арсенал 36 пропустил. Вот, Тоттенхэм, кстати, стал обладателем Премьер Лиги. Вот это заслужено. Мы Тоттенхэм дважды обыгрывали, но это не сильно важно. Престон здесь выиграл Суперкубок Англии. Выиграли здесь и Кубок Англии 4-0. Кубок Арабао выиграл Ливерпуль, обыграв Манчестер-Сити со счетом 1-0 в финале. Здесь предсезонный турнир не так важен. Ливерпуль здесь выиграл Суперкубок УЕФА. Манчестер на этот. Лигу чемпионов выиграла Барселона, обыграв в финале Мадридский Реал. 3-1. Так что мы будем играть в Суперкубки УЕФА против Барса. Ну и здесь 2-0 мы обыграли Челси. Все, по итогам мы все с вами сделали. Мы идем дальше. Мы переходим к центру составов. Пойдемся по статистике. Больше всех матчей у нас отыграл почему-то именно я. 42 игры. Ладно. Лучшим бомбардиром у нас стал Артем Дзюба. 37 забитых мячей. Лучшим ассистентом стал Александр Головин. 27 голевых передач. То есть я сейчас примерно так даже посчитаю. 37 плюс 17. Это получается 54. А у Дзюба будет еще и игроком по системе гол плюс пас. Лучшим. Вообще замечательно. Ну и Довня больше всех сухих матчей провел. По характеристикам давайте посмотрим. Самый молодой у нас Крупин. Вот. Самый возрастной это Артем Дзюба. Но мы будем скорее всего с ним распрощаться. Вот. Давайте изменения. Минус 2 у Дзюбы. И никто не... Нету таких игроков. У Дзюба единственный, который потерял в рейтинге из-за возраста скорее всего. Дальше идут только положительные. Плюс 1 Крупин добавил. Плюс 2 Жамалединов. Жамалединов. Борисенко. Плюс 3 Скворцов. Баумгартнер. Головин. Кривохарченко. Шмельков. Плюс 4. Ексов. Казанский. Кучаев. Ромакер. Козлов. По плюс 4 у них. Мишин. Петраков. Буренков. Мешков. Дивеев. Миламед. Масаковский. Трушечкин. Довбня. По плюс 5. Мельников. Сироткин. Хорев. Лобанова. По плюс 6. Матвей. Мишин. Плюс 7. Айвазян. Плюс 8. Так же как и Ярослав Вяткин. То есть это максимально апнутые наши рейтинги. Давайте также сейчас мы проведем при вас, так сказать, выявление лучших, ну, топ 11 наших игроков. По сути дела, вот посмотрите, Довбня и Кривохарченко. У них у обоих оценка по 7.1. Вы видите. Но я все-таки возьму, естественно, Довбню. Хоть он и, ну, он отыграл 41 матч и 20 из них сухие. Кривохарченко в 2 раза меньше отыграл сухих матчей, но не в 2 раза меньше игр отыграл. Так что и здесь, естественно, задолблено, мне кажется. По левым защитникам будет Трушечкин. А не Саня, кстати, Ромакер на единицу 0.1 больше Трушечкин, кстати. Вот. Он и голевую передачу отдал. Одну. Ромакер нет. Ну, хотя матчи больше Ромакер отыграл сухую. Насчет арендованных мы попозже с вами решим. Дивеев 7.5, Казанский 7.2, 7.4 Шмельков. Пока что Дивеев и Шмельков. Дивеев и Шмельков. Дивеев и Шмельков у нас, получается, лучшие игроки этого сезона. Именно центральные защитники Мишин 7.3 и у Казанского 7.2. Шмельков 7.4 и 7.5 у Дивеева. Замечательная статистика. Правые защитники Петраков и Буренков. Лучшим становится у нас здесь Петраков. Кстати, оценка 7.4. И у них одинаковый рейтинг. Так что, если Петраков обгонит, Буренкова по рейтингу будет у него 7.7. Я, естественно, Петракова поставлю. Но в этом сезоне, во втором, все-таки Петраков получше. Он две голевые отдал. Буренков просто 19 матчей насухо. Идем дальше. По полузащитникам у нас Вяткин 8.3. 8.3. 8.3 у нас Головин. 8.3 Головин. И сейчас, значит, мы решаем, кто у нас будет третьим полузащитником. 7.7. 7.7. Кучаев. 7.4. 7.8. Ну да, и получается Мельников третий полузащитник в нашей команде. Давайте теперь с ППшниками решим на правом фланге. Здесь у нас Жамалединов 7.8. Крупин 6.9. Так, 7.8. И сейчас мы глянем у Мишина. У Мишина, Матвея 7.4. А у Рифата Жамалединов 7.8. Поэтому Рифат будет у нас в команде сезона, так сказать. Дальше левый у нас фланг. 7.2 у меня оценка. Ну а здесь Масаковский 7.4. Поэтому здесь я ничего не сделаю. У меня на одну голевую меньше, чем у него. Вот такая вот у меня статистика матчей. Кстати, больше всех в команде отыграл. По нападающим. Теперь у нас 8.5 Козлов. 8.5 Дзюба. Вот. Так что... Я не знаю, но... Если смотреть, то и матчи, и Дзюба больше провел. И, ну, на 5 матчей больше он отыграл. И на 6 мячей больше забил. Так что Козлов практически каждую игру забивался. Какую он играл. То есть, в 17 голевых. Так что я отдам все-таки за Дзюбу. Он попадет в нашу команду. Года, так сказать. Будет вот так вот. Теперь давайте пробежимся по игрокам, которые у нас находятся в аренде. И именно наши игроки. Во-первых, Полин Сироткина. В Айнтракте плюс 6 к рейтингу за сезон она прибавила. Дальше у нас... Но она вроде со второй половины только играла. Дальше у нас это... Юля плюс 6 за сезон добавила. И Скворцов плюс 3. И Жамальдинов плюс 2. Давайте мы глянем. Во-первых, мы заходим и смотрим, где у нас Роман Скворцов со своим Манчестером Юнайтедом. В котором он отыграл 10-ю строчку Манчестера Юнайтеда. Будет Скворцов играть, скорее всего, в Лиге Чемпионов следующего сезона. Пробежимся вот здесь вот быстренько сейчас посмотрим. В Бундеслиге. Полина играла в Айнтракте. Вот, Айнтракт-Франкфурт на 7-й строчке. Полина, а Юля играла в Кёльне. Кёльн идет на 12-й. Ну, Айнтракт и Кёльн 31-51. Ну, такая вот себе статистика, конечно. Ну и сейчас мы глянем еще и чемпионат Италии. Сосуол. Сосуол, в котором играл Тимур Жамальдинов. Десятая строчка, 51 очко. Но чемпионом стал Ювентус здесь. Пробежимся по статистике игрока. Лучшим бомбардиром стал у нас Дзюба. Именно у нас. Но в лиге все-таки Кейн. Хотя и на 14 матчей меньше отыграл Дзюба. Но практически догнал его. Лучшим ассистентом премьер-лиги стал Александр Головин. В первом же своем сезоне 15 голевых он отдал. Нас по сухим матчам не получилось здесь отыграть. Довбня 9 против Алисона. Но здесь и Довбня. Все-таки тяжело было. Не он все матчи отыгрывал. Кривохарченко вообще 5. Здесь Мюнье, Хайден. Но здесь нас вроде и нет. Дальше идем. Суперкубок Англи. Вы видите здесь Головин лучше бомбардир. Это все понятно. Мне интересно. Вот Кубок Англи. Козлов лучше бомбардир. 6 голов за 5 матчей. Лучший ассистент это Головин. Ну и вратарь Довбня. Но здесь да, они разделяют. Льярис, Кепа и Довбня. Сухие матчи они разделяют. Идем дальше. Это у нас будет Кубок Карабао. Здесь наш игрок. Это Козлов. 3 мяча за 2 матча. Басагог за 3 матча. Забил 6 мячей. И стал лучшим бомбардиром. Хоть и выиграл Ливерпуль этот трофей. Но Эриксон стал лучшим ассистентом. Вместе с Мане. Алисон отстоял больше всех матчей насухо. Но они все-таки выиграли этот турнир. Предсезон турнир не сильно интересен. Суперкубок нам тоже. Лига чемпионов. Лучше стал Решвард. Который играет в Атлетико Мадриде. Гнабрис стал лучшим ассистентом. Вместе с Мане. Пасухим или Камте, кстати, стал из Монако. Вот такие вот у нас дела. Что по Лиге Европы. Лучшим бомбардиром это является Головин и Вяткин. У них по 11 голов за 8 матчей. Но лучшим ассистентом является Головин. У нас именно в команде за 6 голевых за 8 матчей. Ну, вообще игроком турнира стал, естественно, Головин, мне кажется. Здесь без всяких лишних споров. Кепа. 7 матчей у него насухо. У Довня всего лишь 6. На 1 не хватило ему. Но и Довня 8 матчей все-таки отыграл. Сколько получается тогда Удовня? 6 из 8 матчей. Это вообще замечательная статистика. Так. Мы все вроде, друзья, с вами пробежались. Все, что нужно, сделали. Так что заканчиваем на этом мы наш сезон. Я действительно вроде все сделал, ничего не забыл. Так что все. Игроки вернулись, да, некоторые из аренды. Завершаем мы сезон. Так. Ну все. Руководство удовлетворено. Итак. Предсезонный турнир. Давайте мы быстренько с вами выберем. Вот этот 9800 в Германии. Итак. Во-первых, у нас вернулись все игроки. Но это уже не суть важна. Потому что я делаю небольшую паузу в нашей карьере. Так сказать. Будет выходить, наверное, на канале только покажет карьера за игрока. Мне надо подготовить голосование. Все такое. Так что готовьтесь к большому грузу контента. Который будет выходить и в группе ВКонтакте. Все вот эти номинации. Так что спасибо всем большое, друзья, за просмотр. Второй сезон подходит к концу. С вами был Андрей. Канал Футбол. До встречи, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok